Здравствуйте! С вами Юлия Черняева и пришло время универсального формата на телеканале Самарагис. Всех приветствую и рада вас пригласить к нам сюда в студию виртуально по телефону 202-11-22. Думаю, что вопросы у вас появятся, потому что то, о чем сегодня мы будем говорить, интересно, но пока, может быть, не так распространено и не так, может быть, много людей знают о интересных мероприятиях, которые проводят ребята. Сегодня они в студии у нас здесь сидят и их представлю совсем скоро. Также напомню, что мы разыгрываем для вас чего-нибудь интересненького, приятненького, в том числе обозначу сегодняшние призы. Это, во-первых, билет на концерт группы «Кирпичи» 6 марта, «Ночной клуб «Звезда». И сегодня, если успеете дозвониться и выиграть, и даже прибежите к нам, заберете билет, то успеете на концерт группы «Луна» попасть. Это как раз-таки тоже сегодня, 3 марта, в «Ночном клубе «Звезда». Приглашаем всех на фри-маркет, так мы обозначили тему нашей программы. И что это за фри-маркет, и что за фри-мероприятие проводится в нашем городе, вот эти ребята и отвечают. Давайте знакомиться. Итак, с нами здесь Татьяна Заречная, организатор «Реали фри-маркет» в Самаре. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и далее тут со-организаторы «Люди неравнодушные». Представляем, это парфюмер Александра Берг. Здравствуйте. Никита Маняев, человек, который тоже берет в свои руки управление этим удивительным мероприятием. И это, я думаю, что с большим удовольствием сегодня нам расскажет о своих каких-то деяниях, о своих каких-то, ну не знаю, вкладах, да, в это удивительное, мне кажется, развлечение. И Алика Шевелл, диджей, человек-музыкант. Добрый день. Ну что, давайте немного матчасти, Татьяна. Фри-маркет, если разбирать по составу фри-свободный, маркет-рынок. Да. Что это такое, что заявление для нас еще пока новое, может быть, незнакомое? Это свободная ярмарка, которая проводится, ну в России она не так давно появилась, это движение. Началось с Москвы, Питера и так далее. В общем, движение пришло из Америки. Да, я тоже знаю, какие-то гаражные распродажи, гаражные ярмарки. Да, но там это может проводиться, это не гаражные распродажи, это проводится на открытом воздухе, все люди приносят то, что им не нужно. То, что было нажито непосильным трудом. Да, то, что это передавалось там поколениями раньше, но сейчас у нас очень много, много возможностей слишком стало для накопления вещей. Ну понятно, то есть люди приходят... Приносят ненужные вещи, а те, кто в этом нуждается, собственно, в этих вещах, приходят и их забирают. Также это лекции, знания, которыми делятся люди, переходящие на фримаркет. Мастер-классы, ну, допустим, как Александра у нас сегодня будет демонстрировать создание духов и будет демонстрировать это уже на фримаркете. То есть я на все карты раскрыла, все рассказала одним предложением. А как так получилось, что вы взяли на себя в Самаре организацию этого мероприятия, где-то увидели, что-то посетили, как это было? Ну, я была на фримаркете в Москве, мне понравилось, подумала, что было бы неплохо организовывать это в Самаре. Здесь были девочки, которые организовывали, но это было очень давно, и, ну, это были такие закрытые, что ли, неразпиаренные фримаркеты, о которых никто не знал. Проходило мало людей. Ну, тогда перейдем к остальным нашим участникам. Александру, приходилось ли уже бывать на фримаркете? Какие эмоции, впечатления, что вообще? Да, конечно же, то есть я давно знаю Татьяну, и я была и на первых фримаркетах, которые она когда-то организовывала в Самаре. Насколько я знаю, уже года три занимается этим. Больше, да? Даже больше. Так. Вот. Какое впечатление, какие ощущения? Приходишь туда, и что вот? На что похоже? И на что не похоже? Я думаю, что да, ни на что, потому что очень много различных каких-то небольших течений в рамках этого фримаркета, то есть это и обмен знаниями, и обмен вещами. В общем-то каждый находит там то, что хочет найти для себя. И фримаркет — это достаточно открытое, свободное пространство, куда легко можно привнести любые идеи, то есть поделиться какими-то знаниями, найти единомышленников. Бесплатно. Бесплатно, да, конечно. Олег, расскажи нам о себе немножко и какая-то твоя роль, функция в этом, во всем. Моя роль обеспечит технические мероприятия. Это звук, свет, это показ фильмов, подсветка там столов, на которых все лежит, удлинители. Любой вопрос, в общем, по технической части — это на мне полностью. Ну, расскажи о своих впечатлениях о фримаркете. Что, может быть, ты приносил уже или что-то нашел для себя? Я расскажу, как я вообще познакомился с этим термином. Да, давай. Это, опять же, было через Татьяну. Я сначала узнал фримаркет, а потом уже с ней познакомился при других обстоятельствах, совершенно не связанных с фримаркетом. Я пришел на фримаркет, принес дорогую себе вещь, которую мне подарил другой человек. Там это было в Москве. И я ей принес эту вещь, просто отдал, узнал у другого человека, что такое фримаркет. И потом я всегда ждал этого мероприятия. И так судьба сложилась, что я с ней встретился с Татьяной, потом этот же фримаркет мы стали вместе делать, грубо говоря. Так получилось. Мое впечатление от фримаркета — я занимаюсь тоже почти схожей деятельностью, только не в плане вещей, а в плане музыки. То есть это свободная музыка, свободные вечеринки и так далее. Поэтому мне очень эта тема близка, и я под впечатлением глубоким. Ну, то есть, а ты для себя-то что-то там находил полезное? Да, я стараюсь брать минимум вещей, только отдаваясь тому, что у меня нет нужды брать там что-то, а у других людей есть. Так, ладно. Это было мнение Алика. Никит, у тебя какие вообще функции, на что ты тратишь свою энергию, именно организовывая фримаркет? Помогая все расставить, все развожить, что-то принести, рассказать друзьям. Просто такое мероприятие, которому я очень сильно нервно душен. Так как все люди, которые приходят, они хотят что-то принести, что-то вложить и помочь. Это самое главное, потому что все люди помогают друг другу, нет никакого негатива на площадке. То есть, это взаимный обмен теплыми эмоциями и чувствами. Ты приносил что-то? Ну, я приносил батарейки после этого, я приносил игровую приставку, чтобы дети играли на ней, у нее, пока родители ходят, что-то выбирают, они могли как-то провести свой досуг. Да, у нас есть. Вот, после этого. А забирал что-нибудь? Нет, я не забирал ничего. Не забирал. Да. Пока у меня нет такой нужды, и наоборот хочется, если есть возможность что-то дать, то я даю. Вот. Все. Наверное, хочется пояснить зрителям, что это не вот какая-то благотворительная вещь, чтобы принесли ненужные вещи. Все нуждающиеся, кому это нужно, все могут прийти, да? Все могут прийти. Все могут прийти, потому что, как выяснилось по опыту прошлых мероприятий, допустим, кто-то ищет, я не знаю, какие-то коробки, кто-то ищет старые игрушки, кто-то собирает будильники, кто-то, я не знаю, творит какие-то невероятные вещи, ему нужны какие-то, не знаю, игрушки, какие-то еще удивительные какие-то маленькие штучки, я не знаю, там, может быть, шахматы кому-то нужно, может быть, наоборот, технику какую-нибудь хочется вам отдать. Люди приходят и забирают. Как мне вот интересно, забирают так вот сразу мешками все, тащат, тащат, или как это? Бездумно происходит. У нас есть девиз, что от каждого по возможности и каждому по потребности, то есть человек приходит и забирает то, что ему действительно нужно, а кто-то приносит ненужные вещи. Ну, на первом фримаркете, да, все забирали прям мешками, а потом приносили на второй фримаркете те же мешки, потому что понимали, что они, ну, в принципе, ну, чего не будут занимать, место только. Вот, но я рада, что люди стали несколько осознаннее относиться к фримаркетам и приходят, действительно, там, приходили бабушки на прошлый фримаркет, меня так это порадовало, которые тоже себе что-то забирали и приносили, и говорили, что, ну, подходили ко мне и говорили, что какая-то нужная, нужное движение. У нас есть, кстати, фотографии с предыдущего мероприятия, давайте посмотрим, а ребята нам все расскажут, что они видят, кого они видят, что мы увидим на фотографиях. Рассказывайте. Люди выбирают вещи. Женская одежда, да? Как-то там поделено, да, все на зону, или расскажите, как вообще, вот заходит человек, и что он там может? Человек заходит, у нас заведение построено таким образом, что ты заходишь в помещение и идешь по кругу. То есть вход в центре? Да, вход в центре, да, спускаешься и проходишь по кругу, на каждом столе по кругу разложена женская одежда по категориям, мужская одежда, книги, детские вещи, посуда, аксессуары, ну, все по категориям. И человек, принося пакеты, проходит и сам раскладывает все осознанно, так же, не в кучу, вот в одну свалил. Ну, то есть происходит самоорганизация, по сути. Да, 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 это прекрасно. Так, вопрос у меня такой, ну, вот пришел человек с мешком, у него там куча всего, да, вот он все это разложил, он куда-то уходит, или может принести, уйти, или остается смотреть, как его вещи забирают, и не отдает потом. Так эта корова нужна самому. Вот это, кстати, на фотографии сейчас мим. У нас есть как детская программа, потому что, ну, много детей приходит, то есть родители с детьми. Так, вот. Ну, у нас уже развлекательная программа, именно детей. Да, 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 да. Настроенные. А что люди приносят, вот, в последнее, что, может быть, удивило, поразило вас, всех ребят? Приносят вообще все. Вот, я иногда находила такие вещи, но у меня особо нет времени ходить, выбирать что-то, ну, просто смотрю. Принес человек гитару на первый фримаркет. Я думаю, желающие как раз-таки на гитару нашли. Гитару, принтер, то есть, ну, прям такой. Принтер огромный принесли, да. Вот все, что нужно. И люди забирают. Винчестер от компьютеров. Да, да. Все, что угодно. Бусики, да? Дорогие вещи разные. Обувь. Пробирки. Причем обувь в хорошем состоянии. Поэтическая мастерская выступала у нас на фримаркете. И на концерт проводится еще вот. Да, да, да. То есть у нас такое арт-мероприятие. Да, причем, опять же, артисты приходят бесплатно, выступают. Ну, просто сами отдают творчество. Ну, допустим, мастер-класс по актерскому мастерству. Александр Улантиков, если кто его не узнал, по актерскому мастерству мастер. То есть такое даже? Решила проводить у нас мастер-класс. Сначала, ну, лекцию, вернее, как мастер-класс. Сначала люди так все по углам сидели, сидели, пока он там ходил и всех созывал. Потом раз, уже толпа собралась вокруг него. Куда это все потом девается, Тань? Ну, часть, если это одежда, направляется в детский дом. Одежда, обувь, какие-то констовары, новые игрушки, ну, с бирками, если приносит. Вы это потом все разбираете, да? Да, конечно, после фримаркета мы еще где-то час-два тратим. На то, чтобы убраться. Но вот последний фримаркет, практически ничего не осталось из вещей. Все забрали, это меня очень-очень радует. Было много людей. Очень много. И очень так это все было. Люди приходили, приносили, приходили, уносили. И практически ничего не осталось. Очень порадовало. У вас написано, что начало в 6 часов. Можно ли, допустим, я как раз ребятам задала этот вопрос. У меня есть очень много одежды, как у любой девочки, наверное, в том числе. И обуви, которые купила, в магазине покрутилась, покрасовалась и не подошло. В каком виде вам нужно приносить вещи? Что-то они должны быть как-то оформлены, что-то на них должно быть написано. Главное, чтобы они были чистыми, красивыми, привлекающими внимание людей. Ну, чтобы это было не похоже на вот тряпку. У тебя приносят и... Что касается техники. То есть это должна быть вещь, которая пригодится другим людям обязательно. Что касается техники, должно быть все исправно. Чтобы вот ты принес не какую-то ерунду, а вот вещь, которую заберут и пользоваться начнут. Нужно ли писать на вещах размер или что-то еще? Нет, на них же уже либо все написано, либо люди идут, примеряют куда-нибудь так, на себя прикидывают. Также у нас открыт, ну, в рамках фримаркета, открыт сбор батареек, лампочек на утилизацию. То есть, опять же, любой человек может прийти и принести те же лампочки, использованные... Именно, которые сейчас лампы, да, нового поколения. Да, да, да. Которые нельзя, да, выкидывать. Их нужно обязательно в специальные контейнеры помещать на утилизацию. Да, и лампочки, и батарейки, и все, что вашей душе угодно, друзья мои, приносите. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим ребятам, звоните, задавайте 202-11-22. У меня к вам есть вопросы, разыгрываем пригласительный билет на концерт группы «Кирпичи». 6 марта, ночной клуб «Звезда». В этом году группа «Кирпичи» отмечает свой юбилей. Он достаточно масштабный, достаточно хороший. Так какой же это юбилей? Сколько лет группе? Если знаете, звоните и получайте свои билеты. 202-11-22. Милости просим в наш эфир. Кстати, что касается мастер-классов. Какие уже есть у вас ребята заявленные, и кого, может быть, вы еще хотите пригласить, призвать? Да, у нас на этот фримаркет, который состоится в ближайший четверг, заявлено сейчас два мастер-класса. Три. Один будет проводить Саша по парфюмерии. Второй это будет по галстукам бабочкам. Просто по бабочкам, которые на ободочках держатся. Будет мастер-класс по изделиям из проволоки. Там девочка очень-очень здорово украшения делает. А концертная программа? Концертная программа. Будет группа «Неведомая земля». Я даже не знаю, как объяснить их стиль. Приходите, послушайте. Очень хорошая группа. Стихи будут читать в этот раз? В этот раз, к сожалению, нет. Возможно, будут ребята с барабанами, которые... Как вы там все поместитесь? Поместимся. Поместитесь. А будут еще услуги. Услуга, допустим, по коррекции, окрашиванию, моделированию бровей. Ух ты. Вот. Тоже фри. Бесплатно? У нас все бесплатно. И вход, друзья, в том числе. Естественно. Почему-то многие думают, что надо какой-то взнос, вход, платить, что-то там как-то. Нет, все свободно, все бесплатно. То есть обширная программа? Да. Ну вот ждем еще девочку по косплетению, которая будет проводить, или мастер-класс, или просто плести. Вот видите же, девочки ради косички и бровей можно прийти, принести свое что-то, что, может быть, вам уже не нужно, или, может быть, не подходит по тем или иным показателям. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Елена, ну, я всегда задаю вопрос нашим зрителям о том, знаете или не знаете о таких вот наших гостях, направлениях, как фримаркет. И было бы ли вам интересно его посетить? Ну, я не знала, но теперь будет интересно посетить. Отлично. Значит, наша цель так потихонечку выполняется. Тогда вопрос, кто же нам, собственно, надеюсь, правильно ответит, и надеюсь, это будете вы. Сколько же лет в этом году исполняется группе Кирпичи? Исполняется 20 лет. Правильно, 20 лет, 95-й год. Отправляйтесь на концерты, и, я думаю, получите массу хороших впечатлений. Ну, а впереди у нас, друзья, между прочим, мастер-классы от Александра Берка, от Парфюмера, которые нам расскажут, как создать все собственные ароматы и что для этого нужно. Прервемся на небольшую паузу, и видите, у нас впереди праздник весенний, радостный и в честь него. Мы задавали нашим зрителям на улицах города, какие же профессии, на их взгляд, являются, ну, не женскими, но все же женщин там присутствуют. Давайте посмотрим, что ответили наши горожане. Неженскими. Мне кажется, сейчас уже нет таких профессий, которые можно было назвать неженскими. Мне кажется, женщины вообще у нас преуспели везде. Кузнец. Дворник тоже неженская профессия. Да, ну, много женщин, но тяжелая работа. Очень. Я работала, но это неженская работа. Я считаю, все равно с женщинами, как бы, работы такие более поспокойнее, полегче все равно, физически, чтобы не такая сильная уж нагрузка была. Никаких. Ну, шахтер, может быть, токарь, сварщик, но опять же по желанию. Вдруг кто-то хочет. Да, почему нет? Ну, хочется, может быть, почему нет? Наверное, мастить дороги и чистить. Или как мосты у нас чистят женщины. Это раз женская работа. Наверное, заводские профессии. Те, кто на заводе работает, не должны. Нет. Мужчины, наверное, там должны работать. Не женскими, пожарные. А еще? Летчик. Еще? Ну, космонавт. Почему? Ну, почему? Ну, 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 ее просто взяли, это, послали, заставили ее, и все. А так-то нужна сила, нужно образование соответствующее. Воля мужская должна быть. Неженские профессии, ну, рабочие, чаще всего это рабочие, слесарь и сантехники, это неженские профессии. Для женщины нужно что-то возвышенное. Ну, бизнесом, я считаю, что женщина должна бизнесом заниматься. Женщина, которая занимает место в каких-то крупных фирмах, директорских должностей, тоже я считаю, что это вообще женские уделы, это заниматься детьми. Противоречивые ответы поступали сегодня от наших горожан. Я надеюсь, у вас есть свое мнение на этот счет. Но мы, напомню, сегодня говорим о удивительном мероприятии, которое пройдет у нас уже 5 марта в помещении бара Пати Харт. Правильно все назвала? Верно, да. Да, это Куйбышево 96, в 18.00 начало и до скольки? До 11.00. До 11.00. Друзья, у вас есть несколько часов, чтобы прийти, принести, что-то выбрать и, собственно, как-то даже, ну, немножко украсить свою жизнь. Окрашивание бровей, плетение косичек, барабаны, музыка и духи. Знаете о духах? За них и за этот мастер-класс отвечает парфюмер Александр Берг. Саша, как вообще так случилось, что ароматы вошли в вашу жизнь и прочно, я так понимаю, там обосновались? Ну, я давно увлекалась парфюмерией. Мне было сначала просто интересно изучать какие-то нишевые марки. Потом я попала на курсы ароматерапии и в дальнейшем уже изучала самостоятельно по различным источникам. Там какие-то лекции онлайн, книги и так далее. Вот, собственно, это натуральная или же ботаническая парфюмерия. Большей частью используются различные экстракты растительные, вытяжки, реже какие-то компоненты животного происхождения, то есть там редкие амбры и так далее. Но их достать сложнее. То есть самое простое, что, в принципе, может любой человек себе позволить, создавая для себя аромат, это эфирные масла. Они есть в широком доступе, но сразу могу сказать, что те масла, которые продаются в аптеках... Не годятся. Они годятся для косметического какого-то применения, типа аромалампы или какие-то там, да? Ну вот, кстати, напротив. Напротив? Да, то есть для духов они еще более-менее, но они не имеют яркого аромата, как правило. То есть у них, скорее, очень утилитарное, декоративное значение. То есть чаще всего это ароматы не очень высокого качества, потому что сырье, самое эфирных масел, оно дорогое. То есть если вы хотите получить какой-то более глубокий, насыщенный аромат, то лучше заказывать в интернет-магазинах, зарубежных. Обязательно смотреть, чтобы было указание, латинское указание названия растений. То есть, ну, как такие самые простейшие способы. И вот такие тонкости, о которых вы можете спросить Саше уже в этот четверг. Что у нас тут представлено на столе? Тут, кстати, вот Саша заикнулась про пробирки тоже на фримаркете. Да, это тоже с фримаркета, собственно, я на стене в группе кинулась. Пахнет уже хорошо так. То есть ароматы на фримаркете отвечает Саша? Да. Понятно, хорошо. Должно пахнуть чем-то привлекательным, видимо. Я постараюсь. Да. Что здесь у нас стоит и что мы будем делать сейчас? Ну, собственно, здесь набор из нескольких масел. Самое простое – это масла, которые представляют верхнюю базовую ноту, цитрусы. В данном случае это апельсин, лимон и лайм. Ой, какие приятные все ароматы. Так, для настроения, для весеннего. Вторые ноты – это зеленые ноты, это специи, в данном случае это гвоздика и жасмин. И базовые ноты смолы – это перуанский бальзам и ветиверия. А уже так чувствуешь, как-то? Никит, прям вообще мы сидим. То есть, как правило, композиция начинает составляться именно с базовых нот. А можно вопрос? Да. Как уж мы на мастер-классе тут находимся. Что в пузыречке там налито уже? В пузыречках, ну, это… Нет-нет-нет, вот в этом, из которого ты достала эту брызгалку, да, это что здесь? Ну, здесь, на самом деле, уже та же самая тинктура, просто она идет как, в данном случае, как базовая. То есть тинктура – это спиртовая вытяжка растений, которую можно приготовить самостоятельно. Просто, в данном случае, это тагуанинь. Берется растение… Мам, значит, сколько сразу, много неизвестных слов мы сегодня услышали. Да, это чай. Так. Собственно, просто вы берете чай, заливаете его спиртом, ставите в темное место, ждете несколько месяцев. Месяцев. Да. Ты думаешь? Всего лишь, да. Потом… Через месяц, друзья, встречаемся. Проносите все свои. Вот, потом это все фильтруется, и получается, вот, собственно, жидкость. А можно посмотреть. А где-то же и понюхать, наоборот. Да, конечно же. Сейчас мы вспоминаем уроки химии, да? Как мы нюхаем? Как-то так. Пахнет очень приятно. Это пьется? Ну, можно, конечно. Но нежелательно. Понятно. Итак, значит, все те, кто придет на мастер-класс, который будет в четверг, им надо что-то принести с собой? Нет, я, собственно, смогу показать все это, потому что… Ну, можно принести, на самом деле, какие-то небольшие пузыречки, то есть мы… Куда налить? Да, куда налить. Ну, в смысле духи, я имею в виду. Вот. Что мы сейчас будем делать? На самом деле, основное я все-таки, наверное, показала бы на фримаркете. Сейчас я могу только вкратце рассказать. То, что изначально на спиртовую основу, то есть если берутся какие-то густые смолы, добавляются они, это базовая нота, которая будет звучать дольше всего. А дальше уже добавляются зеленые ноты специй, и в самую последнюю очередь берутся верхние ноты, это цитрусы. Так, то есть у нас там уже что-то готовое есть. Давайте побрызгаем, чтобы нам пахло тут хорошо до конца. В эфире можно что-то такое сделать, ароматическое нам, приятное? Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира, если есть какие-то вопросы, задавайте. Мы говорим о таком мероприятии, как фримаркет, куда можно принести, как сказали нам организаторы, все, что угодно. Чего нельзя, может быть, приносить на фримаркет? Есть такой какой-нибудь запрет? Животных? Не приносили животных вам никогда? Пока что нет. Лучше не надо, наверное. Да, я потом их не знаю в детский дом. Можно младенцев. Фримаркет. Давайте, друзья, сейчас немножко с вами поиграем, потому что еще остался у меня пригласительный билет на концерт группы «Луна» 3 марта, «Ночной клуб Звезда». Если есть среди вас желающие активно победить, поиграть как-то, давайте задам вам вопрос. Раз мы разыгрываем билет на концерт этой группы, то для поклонников не составит труда назвать самый первый студийный альбом этого коллектива. Позвоните нам, 202-11-22. Кстати, тут Алик обмолвился тем, что у него какие-то есть еще мероприятия, тоже с пометкой «фри». Расскажи нам о них. Мероприятия такого плана. В принципе, никакого обмена нет. Обмен есть только эмоциями. Это вечеринки, опен-эйры, на которые нет платы за вход. И, опять же, не просто нет платы за вход, а какая-то другая выгода. А ее просто нет, этой выгоды есть. Выгода собрать людей, повеселиться, показать людям что-то, дать им отдохнуть. И особенность фри-пати в том, что в нем участвует, в принципе, любой человек, который захочет. То есть, так же, как на фримаркет, волонтеры приходят помогать, раскладывать вещи, еще что-то делать. На фри-пати также приходят люди, также занимаются любым, уже не мастер-классом, а, допустим, ну там кто-то готовит еду, допустим, просто так. А кто-то приносит продукты, кто-то воду привозит, кто-то помогает с перевозкой аппаратуры, ее очень много. То есть, каждый какой-то вклад вносит. Да, это ростная тема фримаркета, только вот именно мероприятие такого плана. Кто-то землю дает, вот, кстати. Землю? Да, есть люди очень влиятельные, которые просто берут и дают землю, без всякой выгоды, большие участки. Слушайте, ну это какая-то очень удивительная тема. Друзья, 202-11-22, разыгрываем пригласительный билет на концерт группы Лу на 3 марта, уже сегодня ночной клуб «Звезда». Какой же первый студийный альбом? Очень, мне кажется, знатоки-поклонники могут быстренько нам дозвониться, и для вас никакого труда не составит это сделать. И, собственно, как-то, ну не знаю, проявить себя. Есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья, очень приятно. Наталья, бывали ли вы хоть раз на подобных мероприятиях по типу фримаркета? К сожалению, нет, первый раз слышу о подобном мероприятии. Ну вы, как бы, можете сказать, что вы соберетесь туда прийти? Скорее, да, чем нет. А что принесете, расскажите. А у меня есть ненужная одежда, которую я не ношу. Баба и чувствуется, что не оденула одежда. Так, а кроме одежды что-нибудь еще, может быть? Может быть, Плюшкин собираете что-нибудь? Нет. А что, может быть, вам нужно было найти на этом фримаркете? Есть какие-нибудь такие потребности? Даже выплывающиеся. Вот я собираю, например, кошек разных абсолютно в любом виде. Может быть, кто-нибудь принесет кошек на фримаркет? Буду рада принять в дар. Так, живого не предлагайте, режиссер мне подсказывает. Живого, живой есть. Не нужен второй пока. Живоплощадь не позволяет. Ну что, давайте тогда сейчас поиграем с вами. Назовите мне первый студийный альбом группы «Луна». Все просто. Я думаю, что это будет сделано лучше. Конечно, 2010 год. Вы правильно ответили. Хорошо вам сходить на концерт. Давайте поскорее прибегайте к нам, забирайте билеты. Ну вот, собственно, вопрос. У вас есть очень обширная группа ВКонтакте, где люди также могут, да, как-то какие-то задавать вопросы. Кто что ищет, кто что может предложить. На сцене встречи постоянно пишут люди, которым нужны те или иные вещи, но они могут быть слишком крупногабаритными для того, чтобы их привезти на флимаркет. Мне очень позабавила девочка или мальчик, я не помню, кто-то искал коробки из-под конфеты родные просторы. Ну да, они тоже, возможно, нужны. Да, кто-то предложил, привозите коробки, а конфеты мы заберем себе. То есть ищут будильники, ищут какие-то там действительно коробки, механизмы, игрушки, значки. Что-то самое невероятное, вот, кто что видел? Саш, было что-то такое? Ого, неужели вот это принесли? Ну мы выяснили уже, принтер был, значит, гитара была, да, какие-то еще штуки. Это такая врача значков. Коллекция значков? Да. Так, это самое необычное, что Саша видел на флимаркете. Ну там, кстати, вот можно просто копаться, да, как-то так вот все трогать, примерять. И главное, чтобы люди еще понимали, что, ну это не стыдно приходить на флимаркет и брать вещи. То есть, ну, просто у некоторых есть такой стереотип, что... Предубеждение такое, да? Я что, там, вообще что ли? Не имею ничего, почему там, как в помойке. Ну, то есть это, друзья мои, да, не какая-то такая вот любая специализированная. Нет, ничего в этом постыдно, плохого. Даже люди, которые, ну, могут себе позволить купить... Да просто прийти потушевать. Но они приходят и выбирают себе вещи, потому что, ну, флимаркет направлен на вторичное использование вещей, чтобы оно... ну, это как все экологическое тоже тема. Да, мы так плавно, так к концу программы подходим к этой великой мысли, что некоторая вещь, которая вам не нужна, она может быть жизненно, ну, не жизненно, но необходимо какому-то другому человеку, который ее возьмет и будет использовать, не купит какую-то другую. Соответственно, все это вот так вот крутится, крутится, крутится. Я надеюсь, вот, Никита, что тебе необходимо в жизни? Мне? Да. Солнце. Зачите, Никита. Зачите, Солнце на флимаркет не попадает, к сожалению. Ну, да, но все равно люди, которые приходят, они почти все как солнце, все выражают солнечную энергию, лучи, и, то есть, каждый дарит радость другому там. И вот то, что вот говорили, самая удивительная вещь, вот то, что вот я, например, встречал, это вот ошейник с шипами был, после этого рвовная снасть. Я бы взяла такой ошейник, куда-нибудь браслет сделал бы из него еще что-нибудь. Ну, да. Так, ты что-нибудь, Олег, к себе хочешь присмотреть? Чего тебе не хватает для полного счастья? Волос. Но их не найти. Не найти, да, это уже что-то невосполнимый такой ресурс. Таня, ну ты как организатор умудряешься что-то ухватить себе? Ну, я также оставляю на сцене встречи пожелания свои, и ко мне лично подходят люди и приносят. Спасли мой цветок. Ой, не цветок. На Новый год мне подарили дерево. Он был в маленьком горшочке, а для того, чтобы доехать до Леруа, там, купить грунт, у меня не хватало времени. И он погибал. Ну, это можжевельник, напоминание о Лете, там, все такое. Мне так было жалко его, но я все равно не могла доехать. Кинула в группу форимаркета оповещение, что хочу грунт. И мне принесли. Причем принесли аж три человека. Много грунта. Хотела, да, спросить о том, еду можно приносить? Конечно. К нам приносили угощения различные. Вообще, я бы очень была рада, если бы на фримаркете, на каком-то из, кто-нибудь вызвался бы провести мастер-класс по приготовлению пищи. То есть это, ну, было бы прекрасно. А есть ли возможности для этого? Конечно. Там же, ну, это же заведение общественного питания все-таки. Вот, то есть там есть все. То есть, в принципе, друзья мои, если у вас есть желание сейчас провести какой-то кулинарный мастер-класс или что-то приготовить, я не знаю, там вряд ли пиццу-то печь, а что-нибудь, не знаю. Ну, что-нибудь простенькое, желательно, ну, вегетарианское, веганское. Сладости. Самое простое, что можно сделать в такой компании, да. Сладости, какие-то плюшки, может быть, принесете. Ну, я ж не знаю, удастся ли их там продать, а вот раздать. Нет, продавать их никто не позволит там. Но раздаваясь к нам приносили. Девчонки пришли там с печеньями, с вафлями, ходили, всем раздавали. Это очень здорово. А было ли такое на твоей памяти, Тань, что люди вот одновременно за одну вещь схватились, и не расцепить их. Да? Так, честно говоря, что-то вздохнуло. И все что-то так вздохнули. Что это за ситуация? Нет, просто была такая ситуация еще на первом фримархете, пока у меня было больше времени, чем сейчас. Я могла ходить хотя бы немного смотреть что-то. Что происходит. Да. Нет, не что происходит, это я вижу. Выбирать что-то себе. Потому что у меня не бывает обычно времени на это, к сожалению. Вот. А это я увидела рюкзачок, девочка выкладывала. Такой милый, хороший, классный. Я его взяла, девчонка такой, ааа, я всю жизнь мечтала о таком рюкзаке. Ну и пришлось уступить. Да. Ну ладно, ничего страшного. Я не жадная. У меня много рюкзаков. Видимо, теперь я с фримаркетом, да. Каждый что-то ищет для себя. Друзья, сейчас, я думаю, самое время пришло нашим организаторам напомнить еще раз место, назвать адрес, назвать время. И какие-то рекомендации для тех, кто что-то хочет принести и что нужно для этого сделать. Татьяна, камера напротив. Вот, пожалуйста, можешь обращаться ко всем тем, кого ты хочешь как-то призвать, чтобы пришли. Фримаркет состоится 5 марта, это четверг, по адресу Куйбышева, 96, под вывеской арт-бара. 18.00, начало. Можете приходить с пустыми руками, выбирать то, что вам нужно. А также приносить какие-то, если вы хотите поучаствовать в каких-либо мастер-классах, по возможности приносить какие-то материалы. Потому что каждый участник фримаркета является его организатором. И нельзя забывать, что мы делаем его вместе и всеобщими силами. В группе написано, собственно, все абсолютно. Ну, ВКонтакте в группе. Все абсолютно, что нужно для мастер-классов. Какие-то материалы. Я хотела спросить, а кто у вас за батарейки с лампочками отвечает? Я песчаный карьерного человека. Куда они потом? Ну, на утилизацию. Я не буду называть, как бы это будет уже рекламой, наверное, для организаций, которые занимаются сбором. Но помимо батарейки, лампочек, также вещи, которые негодные уже в дальнейшее использование, которые остаются, которые не смогут отправиться в детский дом. Ну, они либо отправятся в приют для животных, но сейчас уже теплеет, и вряд ли там нужно какое-то утепление. Они отправляются на вторичную переработку, то есть на ткани те же, чтобы в дальнейшем из них опять шили вещи. Опять же, очень экологично, экономично. Ну что, друзья, придется, наверное, резюмировать и вас еще раз пригласить. Мы будем рады, я надеюсь, тоже постараюсь попасть, что-нибудь привезти из того, что было у нас что-то непосильным трудом. Ну, чистые вещи, которые вы разложите по каким-то местам, книги, диски, может быть, какие-то, какую-то обувь, одежду, аксессуары, вообще технику, кухонную утварь какую-нибудь, да, что там, что не нужно. То есть у каждого человека. Самое главное, друзья, будьте людьми, ведите себя прилично, не набирайте, как Таня сказала, мешки, чтобы потом эти самые мешки не вернуть спустя какое-то время обратно на фримаркет. Спасибо вам, ребята, что пришли, удачно провести мероприятие. Ну, а вам хочется пожелать солнечного, весеннего настроения. Весна – такой вот повод обновиться и очистить помещение для чего-то нового. Посмотрите в своих шкафах, может быть, там что-то завалялось хорошее, добротное, и чем не жалко поделиться. И приносите на фримаркет. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова